Приветствую вас, вот вы описали некую историю, свою, да, некую ситуацию, некую проблему, назовем условно это так, и спрашиваете нас, как вам быть? Хочется спросить у вас, как быть, чтобы что, то есть, чего по итогу вы хотите для себя. По итогу вам, что нужно, вот, то есть, на мой взгляд, а здесь, нужно исследовать, нужно преследовать. Вот, вот, поиследовать, что же вы хотели для себя, по крайней мере. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Это, первое, это для начала. А дальше вы, значит, спрашиваете о том, значит, что делать и как быть. Ну вот, вы ссоритесь. Но ведь вы же, вы же участвуете в ссоре, правильно? То есть, если бы вы не хотели, если бы вы не участвовали, если бы вы не, если бы вы не вносили бы свой вклад в ссору, то ссоры бы не было. Такая история. Значит, вы сзади из-за чего-то в эту, в эту ссору вступаете. Вот, давайте подумаем из-за чего. Вы пишите, если бы было за что сидеть, я бы и слова не говорил, а когда есть кризис в финансовых вопросах, вы прошу выйти на работу, вас вы слышите. Тогда я знаю. Вы пишите, сначала я пытался понимать, что это, что это значит, что вы вкладываете, Марина, вот в это понятие, пыталась понимать. Это как? Теперь устала, от чего устали? Ну, конкретно, от чего вы устали? Вы пишите, мне нужна его помощь. Помощь в чем? Это какая-то зависимость получает от человека. То есть, я конечно не знаю, но мне это представляется именно так, что вы от него, впадаете, ну, в зависимость, вы от человека впадаете в зависимость. Так мне, так, не, по крайней мере видится данная история, данная ситуация. Дальше, значит, так, он снова хочет ехать, хочет ехать за границу, богат, тут за что это нужно жить? Ребенок видит ссоры, не знаю, как быть. Ну, очень напоминает позицию жертвы с вашей стороны. То есть, что вы находитесь в такой вот, по весь сюжет, потому что, от вас мало что зависит, судя по тому, что вы описываетесь. Вот. Совершенно мало что зависит от вас. И на мой взгляд это странно. То есть, ну, сидит, к примеру, муж весь день. Так разве это не по тому, что вы ему позволяете это делать? Разве не так? Ну, вы не обязаны его обеспечивать, обеспечиваете его самым необходимым. Ну, вот. То есть, вы поймите, Марина, что в данном случае вы как-то оказались вот в таком положении. Вы поймите, Марина, что в данном случае вы как-то оказались в такой ситуации. Вот в такой ситуации. В таком, при таком раскладе. Который вообще совсем не в вашу пользу. Вот. И здесь нужно выяснить, как вы оказались в этом на складе. То есть, как вы со своим мужем выстраивали отношения такого типа, что он видит для себя возможным так поступать. На мой взгляд, это детали, которые в обязательном порядке необходимо разъяснить. Вот. И вам нужно вырабатывать свою собственную стратегию поведения, не опирающуюся на мужа. Раз он, ну, такой вот ненадежный получается человек. Судя по тому, что вы описываете. Вот и всё. Но, вы в нём нуждается. И, до тех пор, пока вы будете в нём нуждаться, значит, через всю. Вот. Вам, вам будет тяжело, вам будет сложно, негативно. Что вы будете воспринимать человека. Вот так лично мне видится ваша история. И, соответственно, отвечаю на ваш вопрос. Как вам быть? Я думаю, что сказать можно примерно так. определить мужа его место, определить себе своё место, и исходя из этого уже двигаться. Вот. Такой вот момент. Ну, если не ради себя, если не ради мужа, то хотя бы ради ребёнка, который действительно страдает от того, что происходит. Вот. Вот. И это самое главное, что вы безответственно поступаете именно по отношению к ребёнку. Вот. Вы безответственно поступаете именно по отношению к нему, к своему ребёнку, который страдает и которого травмируют. И его. Вот. Вот. Вот примерно так. Примерно так мне видится данная ситуация ваша. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их уличку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...